Неутешительные сводки по коронавирусу заставляют вновь одевать маски. Значительно более серьезные меры безопасности применяют в школах. Способны ли эти меры защитить, а если да, то на сколько? Далее в сюжете. Перед столовой тоже есть санитайзер. Выходят из столовой, они тоже могут помыть руки и тоже могут произвести обеззараживание. Повсеместное соблюдение личной гигиены – лишь часть особых эпидемиологических мер, которые в этом году действуют во всех школах Десногорска. График посещения уроков, отдельные входы и выходы, запрет на родительские собрания и в целом на массовые мероприятия. Таким учебный процесс запомнится как минимум до конца 2021 года. Также отслеживается посещение учащимися школы после нахождения где-то в отпуске с родителями. Также при приходе в школу они предоставляют справку о том, что они здоровы. Возможно, благодаря этому вирус в учебных заведениях удавалось сдерживать. О себе он дал знать недавно. В пятницу 9 октября стало известно об обнаружении коронавируса у педагога начальных классов и семерых учеников четвёртой школы. В этот же день случаи зафиксированы и в школе номер два. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, при выявлении обучающегося заболевшего новой коронавирусной инфекцией, класс, где обучался данный ребёнок, переводится на дистанционное обучение. Это подтверждается постановлением администрации Десногорска от 9 октября. Согласно документу, классы 3В, 7В, 9А второй средней школы, а также 3В и 8А школы номер 4 переведены на дистанционную форму обучения. Также обучающимся данных классов в обязательном порядке необходимо соблюдать режим самоизоляцию. И посещение учреждений дополнительного образования этим учащимся не допускается, в связи с тем, что они контактировали с лицом, являющимся носителем возбудителей инфекционного заболевания. Дистанционная форма обучения для учеников этих классов продлится с 12 по 23 октября включительно. В очный режим обучения классы перейдут при получении отрицательных тестов на коронавирус у учеников и преподавателей.